Есть несколько все-таки уровней идентичности у общества, у государства, и одним из базовых уровней идентичности является как раз историческая память. То есть мы ежедневно, может быть, и не вспоминаем какие-то исторические события, в бытовом режиме мы к ним не обращаемся, но, во-первых, в какие-то переломные моменты мы обязательно задумываемся об своем прошлом. Через исторические интерпретации мы определяем, кто нам ближе, кто нам дальше. На основе исторического опыта, представления об историческом опыте, мы делаем свои политические какие-то предпочтения. Мы делаем выбор политический и так далее. Соответственно, для того, чтобы вокруг России, да и внутри самой России, прервать преемственность исторической памяти с Советским Союзом, а где-то и с еще Российской империей, чтобы представить вот этот многовековой путь, как путь других народов по борьбе с Россией, сначала в лице империи, потом в СССР, чтобы создать образ солдата Красной армии, русского солдата времен империи, как варвара и агрессора, ведется такая полномерная системная работа, которая началась не в феврале этого года, не в 2014 году и даже не в 1991 году, а еще во времена СССР по перепрошивке, назовем это так, перепрошивка исторической памяти, как внутри стран на пространстве СССР, так и в Восточной Европе это особенно активно делалось. Борьба экономических систем, это не просто борьба за влияние в каком-то регионе и так далее, это именно мировоззренческое тоже противостояние, соответственно, это весьма глубокий такой процесс, который, опять же, не спровоцирован отдельными личностями, отдельными политическими силами и так далее. Это все-таки более серьезный уровень кризиса. И, соответственно, длиться он будет не в рамках спецоперации на Украине, не в рамках противоборства Москвы с Брюсселем. Это более долгий процесс по переформатированию политического поля в мире. Это, с одной стороны, в глобальном. А есть еще вот такой личностный аспект, что подобные заявления и осквернения иногда говорят просто о качестве той политической элиты, которая есть на Западе и в некоторых наших постсоветских республиках. Тут самый яркий пример, наверное, это даже не столько Зеленский на Украине, сколько Санду в Молдове, которая вчера заявила о том, что Георгиевская ленте место в ведре истории. Ну вот, во-первых, это просто говорит о какой-то непроходимой глупости. Назовем это так политической элиты, раз уж они так себя называют. Абсолютной какой-то дезориентации, пустоте в голове. И это все дополнительное свидетельство того, что система доминирования в этих странах, она, во-первых, существует, потому что во главе этих стран стоят абсолютно недалекие какие-то глупые люди. Во-вторых, она себя изживает, потому что с таким качеством управленческих кадров науправлять можно только внутренний кризис. Я боюсь, что это возможно ни одномоментно и не в краткосрочной перспективе, потому что я, честно говоря, с трудом представляю какие-то аналогии в истории, по крайней мере, в европейской истории по такому внутреннему гуманитарному кризису в какой-либо стране. Я имею в виду именно такую массовую и довольно форсированную перезагрузку мировоззрения в обществе, перепрошивку восприятия реальности, восприятия собственной истории. Это, мне кажется, одна из ключевых целей вообще и, с одной стороны, одна из ключевых причин того, что происходит сейчас на Украине, с другой стороны, одна из главных целей – это разрушить не столько даже военную какую-то инфраструктуру, там логистические центры и прочее, сколько разрушить инфраструктуру промывания мозгов, разрушить инфраструктуру идеологического вот этого вот доминирования коллаборационистской идеологии и не только разрушить ту структуру, но и создать собственную идеологическую вот эту структуру, которая будет правоприемницей нормального вектора развития украинского народа, который был до 1991 года, я тут даже не про 2014 год говорю, потому что к 2014 году привело все равно вот эта гуманитарная политика, замешанная на коллаборационистских идеалах. Поэтому вот эта сложнейшая задача с технологической точки зрения, учитывая, что и внутри России тоже у нас не было и нет пока единства относительно ценностных ориентиров, поэтому я думаю, что этот процесс долгий, сложный, хотелось бы, чтобы он в итоге увенчался успехом, потому что если не получится сделать этого, тогда не получится и вернуть украинское общество в круг здоровых государств. Разрушались памятники и до этого, и осквернялись тоже до этого, просто интенсивность была пониже, и, так скажем, официальные лица пытались делать вид, что они каким-то образом пытаются этому препятствовать. Сейчас уже даже не пытаются делать вид, что дипломаты или руководство западных стран каким-то образом пытаются оградить наши памятники от вандализма. В лучшем случае просто на это не обращают внимания. В худшем случае, если это касается Восточной Европы, это горячо поддерживается на официальном уровне, и принимаются законы, запрещающие дополнительную символику и так далее. Но, опять же, это все мы видели в маленьком инкубаторе такой вот русофобской политики под названием Прибалтика на протяжении предыдущих лет, и, по сути, сейчас все эти практики борьбы с символами, с исторической памятью, с неконфликтной идентичностью, все эти практики прибалтийские мы сейчас можем увидеть уже и в других регионах Европейского Союза. Вот идет такой экспорт вот этих вот практик. Продолжение следует...